Дело в том, что говорить об алгоритмах невозможно, если мы не определим, как происходит вычисление, где эти алгоритмы будут выполняться. Например, если мы выберем в качестве вычислительной модели, формализующей язык программирования, то код на языке программирования — это вполне себе алгоритм. И обратно. Если вы представляете себе какой-то алгоритм, то, научившись программированию, вы можете изложить его на языке программирования. То есть вот формализация, вот алгоритм, понятно, что такое действие, то есть языки программирования достаточно хорошо формализованы. Без этого, к сожалению, понятия алгоритм не существует. Формализация важна еще не только из самого понятия алгоритма, а из его характеристик. То есть в частности, довольно важной характеристикой при анализе является сложность алгоритмов и задач. Я здесь не буду углубляться, просто под сложностью обычно понимаются какие-то вычислительные ресурсы, которые мы тратим. То есть в точке зрения, например, программирования памяти-время. То есть больше всего нас интересует время, которое мы тратим на вычисления. То есть временная сложность алгоритма. И в связи с этим можно сказать, что есть задачи, которые мы умеем решать эффективно, а есть задачи, которые мы считаем сложными. То есть существуют так называемые сложные задачи. Ну, здесь вопрос довольно, опять же, сложный. Мы чуть-чуть к нему подойдем издалека. Вот смотрите, немножко отвлекаясь, довольно надежный протокол защиты информации. Это протокол «Стой, стрелять буду». Почему он надежный? Потому что у злоумышленника есть только один шанс. Если он не использует, то второго шанса у него уже не будет. Вот. Но в мире компьютеров это не так. В мире компьютеров у злоумышленников есть много возможностей повторять и повторять и повторять, пока, может быть, они не добьются успеха. И, в частности, вот эта проблема подбора паролей, она тоже решается. Просто временная сложность может быть очень большой. И когда сервисы докапываются до вас, чтобы вы состроили, наконец, нормальный пароль, они делают это не просто так. Потому что ваши короткие пароли, там, меньше пяти символов из букв и цифр, ну, это несерьезно, они очень легко подбираются. Ну, понятно, что здесь и условные при скорости подбора, там, 100 тысяч паролей в секунду, хотя скорость все время растет, тем более и время подбора еще меньше становится. Вот. Это пример сложной задачи, да. То есть вот здесь мы видим пример задачи, которая требует времени, причем значительно времени в зависимости от того, какой длины ваш пароль. Еще один пример сложной задачи, тоже связанный с протоколом защиты информации. Вот такая задача, которая относится, или, точнее, да, можно сказать, что это задача, которая называется односторонней. Это задача, которая легко решается в одну сторону, но сложную в обратную. Например, если у вас есть два простых числа, умножить их легко. Мы знаем очень простой, эффективный алгоритм, как умножить два простых числа. А вот обратная задача, если вы знаете результат умножения двух простых чисел и пытаетесь эти числа подобрать, то вот это считается сложной задачей. То есть что значит считается сложной задачей? Это означает, что мы до сих пор не знаем, как это делать. И вот почему эти сложные задачи хороши? Чем они полезны для нас? Оказывается, они полезны в криптографии, когда мы берем сложную задачу и даем ее злоумышленнику. То есть чтобы взломать наш протокол, ему требуется решить сложную задачу. В частности, вот условно протоколы типа цифровой подписи построен по так похожему принципу. Когда, ну, упрощая, вы подписать документ электронной подписью можете эффективно, как перемножить два числа. А вот подделать цифровую подпись довольно сложно. Это как подобрать сомножители этого большого простого числа. Ну, простите, большого результата произведения. Ну, я утрирую, но идея такая. Вот, и тем самым мы сложной задачей можем делегировать злоумышленника, чтобы он не мог взломать наши какие-то протоколы защиты информации. В связи с этим возникает интересный вопрос. Все-таки насчет сложных задач. Почему это так? Почему, в чем причина? Причина ли в том, что задачи действительно фундаментально сложны, и их просто нельзя эффективно решить? А может быть проблема в том, что мы до сих пор не придумали, как эффективно решать? А может быть проблема в том, что наша вычислительная модель слишком слабая, чтобы эффективно решать? Особенно интересен последний вариант, который я озвучивал. Потому что вот эта задача, которая сейчас перед вами, она эффективно решается в другой модели вычислений, в квантовой. Питер Шор предложил квантовый алгоритм факторизации чисел. То есть предложил алгоритм, который позволяет эффективно большое число разложить на сомножителе. То, что считалось сложной задачей для классического компьютера. То есть, смотрите, когда мы говорим о квантовом компьютере, там возникает своя модель вычислений. Там совершенно отличающиеся понятия действия, как инициализации, измерения, там все отличается. То есть совершенно другая модель вычислений, и совершенно другое понятие алгоритма возникает. И вот классического алгоритма для разложения чисел мы не знаем, а квантовый знаем. То есть другая модель вычислений, она оказывается более мощной для решения вот этой задачи. И у этого есть существенные последствия. Ну, в частности, здесь, конечно, приведены некоторые условные расчеты, что для этой задачи классический компьютер работал бы 10 в десятые лет, больше, чем возраст Вселенной, а квантовый работал бы 3 года. Тоже много, но здесь сравнительные числа приведены, чтобы показывать, насколько высока разница в эффективности. И тем самым мы с вами можем столкнуться с такой ситуацией, почему все это важно было. Потому что если квантовый компьютер будет построен, достаточно мощный, он будет способен взломать протоколы, которые мы считаем надежными. Потому что мы их считаем надежными ввиду отсутствия вычислительной возможности у злоумышленников. То есть вот это очень важный момент, я к нему еще вернусь. Протоколы надежны, потому что злоумышленника не хватит ресурсов. То есть он в принципе может, но времени у него не хватит. Или он слишком много должен потратить времени на решение задачи. Ну ладно, скажете вы. А классические компьютеры продаются в магазинах, есть, наверное, почти у всех дома. А квантовые компьютеры, они же в магазинах не продаются, по крайней мере пока. На самом деле продаются. Аж с 2007 года канадская компания D-Wave продает квантовые компьютеры. Только покупают, конечно, их в основном исследовательские компании, крупные корпорации. Вот военные корпорации Lockheed Martin, NASA, Google и так далее. Потому что их стоимость, во-первых, от 10 миллионов долларов и выше. 10, 11, 15, 17, в зависимости от версии. Во-вторых, они довольно специализированы. То есть это не тот самый компьютер, которым мог бы раскладывать числа. Это специализированное устройство. Оно умеет решать специализированную задачу оптимизации и так далее. Ну, довольно специальная штука. Но, тем не менее, она интересна с точки зрения, что она может ускорить ряд интересных задач. Решение интересных задач. И вот если вам видно хорошо на картинке, то как раньше в 70-х, наверное, годах или во второй половине, во всяком случае, 20 века до взрыва в области информационной технологии и мы видели компьютеры, как какие-то залы, шкафы, то вот вам квантовый компьютер, шкаф. И вот там, видите, человек по сравнению с ним. То есть это вот как раз тот самый шкаф, который… Вот человечек здесь стоит, если вам плохо видно. А вот этот ящик, который окружает квантовый компьютер. Ну, на самом деле, этот ящик – это оболочка квантового компьютера. Там внутри крошечная микросхема квантового компьютера. А все, что вокруг – это его инфраструктура, которая обеспечивает его функциональность. Это действительно произведение инженерного искусства. То есть в этом ящике, в этом шкафу созданы уникальные условия функционирования. Максимально изолированная среда. Там температура в 180 раз ниже, чем в межзвездном пространстве. Там, как видите, где-то примерно 15 тысячных по Кельвину. То есть близко к абсолютному нулю. Там максимально возможное, по технологическим меркам, экранирование от магнитного поля в 50 тысяч раз меньше, чем магнитное поле Земли. Там почти что вакуум. Там давление в 10 миллиардов раз ниже, чем атмосферное. То есть вот все эти уникальные условия созданы для того, чтобы этот маленький чип работал, и его никто не трогал. Почему это так? Я вот чуть позже вам попробую проиллюстрировать. То есть смысл в том, что работает это все лучше, когда это максимально изолировано, и ничто не взаимодействует с этим вычислительным устройством. Ну и вопрос, конечно, сверхпроводимости, на котором построен этот компьютер. Помимо компании D-Wave, которая делает это специализированное устройство, есть и в смысле универсальности полноценные квантовые компьютеры, которые потенциально могли бы решать важные задачи, но проблема в том, что они маленькие слишком. То есть количество квантовых бит, которые в них реализованы, довольно небольшое. Ну вот у IBM уже было много версий, там 5, 16, 50 с чем-то, 127, по-моему, последняя версия. Всего лишь квантовых бит. То есть когда мы говорим о триллионных бит в обычных компьютерах, здесь мы говорим о сотнях. Ну вот IBM одна из первых компаний, которая создала в своих лабораториях этот квантовый компьютер универсальный и дала к нему общий доступ. То есть облачный доступ для всех желающих, ну, к более свежим версиям за деньги, к старым версиям бесплатный, с ограниченным по времени возможности бесплатное использование. Но тем не менее дала. То есть полноценный общедоступный квантовый компьютер есть уже года с 2017. Помимо IBM, здесь представлены и другие компании, ну, в частности, наверное, больше всего известен, это Google, но они дают публичный доступ к своему компьютеру, для своих целей используют. Это корпорации Honeywell, это есть некоторые стартапы из университетской среды, вот такая INQ и так далее. Их, ну, некоторое количество присутствует на рынке. То есть квантовых компьютеров уже приличное количество. К некоторым из них есть дистанционный доступ, и можно даже начать их программировать. То есть, несмотря на то, что компьютеры маломощные, очень маломощные, сама идеология и технологии квантового программирования уже успешно развивается. То есть на симуляторах пока, на малых размерностях и так далее, но она развивается. То есть люди создают сообщество, разрабатываются алгоритмы, и главное, ищется задача, которая бы сказала, что да, эти квантовые компьютеры полезны. Потому что, к сожалению, это пока вот ахиллесовая пята для этих малых по мощности компьютеров. Нет той задачи, которая сказала бы, нам нужен квантовый компьютер, потому что он делает вот это полезное. Есть задачи, которые он умеет делать лучше, чем любой классический компьютер за тысячу лет, но эта задача мало кому нужна, кроме специальных научных исследований. То есть вот проблемы, которые сейчас есть, это компьютеры слишком маленькие, чтобы делать что-то полезное. Но в этом направлении активное движение идет, поэтому при достижении определенной мощности мы можем увидеть уже и практическое применение этих устройств. Ну, наконец, почему, какие особенности вот этой квантовой парадигмы вычислений дают нам эти уникальные возможности? Во-первых, это, конечно, сама частица, единица информации, квантовый бит или сокращенно кубит, которые применяются в этих устройствах. Это очень довольно специфическая система, и у нее есть ряд неочевидных и таких трудно поначалу воспринимаемых свойств. Вот представьте себе для иллюстрации, что у нас есть монетка. Она может быть либо орлом, либо решкой вверх, да? И мы переименуем орел и решка в ноль и один, просто для удобства, да? Как классический бит, это можно представить себе как монетку, которая либо орлом, либо решкой лежит вверх. Ноль или один. Так вот, подбросим эту монетку, и она у нас летит в воздухе. В какой-то момент времени она находится в каком-то положении, где нельзя сказать, она орлом или решка вверх, да? Она как будто и то, и другое. Она в каком-то промежуточном состоянии, сочетающем орла и решку определенным углом, да? Это сочетание вот этих двух состояний в определенной такой комбинации. Если вы захотите узнать, в каком она состоянии, вот эта монетка в какой-то момент времени, у вас нет ничего, кроме как ее поймать. Но как только вы ее поймаете, вот этого состояния повернутого у нее не будет. Вы ее превратите либо орел, либо в решку. Да? Вы схлопнете ее в конкретное состояние. Это достаточно похоже на то, что у нас есть с квантовым битом. То есть он может быть и нулем и единиц одновременно в какой-то комбинации, вот как представлено на этой трехмерной сфере. Любая точка повернутая, вот это может быть квантовый бит. Но он такой, пока вы на него не смотрите. Как только вы на него посмотрите, то есть произведете с ним взаимодействие, измерение, он схлопнется и станет нулем и единицей, как обычный бит. Ну вроде как звучит странно, да? Он такой, когда вы не смотрите. А как я, откуда я знаю, что он там действительно есть, если я не смотрю? Ну, многократные эксперименты и справедливость квантовой механики уже многократно это подтвердила. То есть здесь не подлежит сомнение, что это работает на основе, соответственно, результатов некоторых более сложных экспериментов. Вот. Теперь я хотел подойти еще к нескольким свойствам, опять же, немножко отвлекаясь в сторону. Что вы думаете про телепортацию? Что такое телепортация? Перемещение чего? Да, вот насчет физических объектов, это то, что нам привил Голливуд со своими фильмами. Конечно, ни о какой-нибудь телепортации материи речь не идет, речь идет о квантовой телепортации. Квантовая телепортация — это вполне себе рабочий физический процесс. Это телепортация с квантового состояния. Никакого вещества, именно состояния. Вот была частица в определенном состоянии и другая частица. Теперь состояние этой частицы переехало к той. То есть материя не перемещается, только состояние. Между ними устанавливается определенная такая сильная корреляция, которая позволяет их обмениваться, виртуально обмениваться этой информацией без физического взаимодействия. То есть вот это та самая квантовая телепортация. Еще раз повторюсь, это не какие-то фокусы, это не голливудские, это нормальный физический процесс, обоснованный и продемонстрированный 25 лет назад. То есть квантовая телепортация в лаборатории была показана 25 лет назад. В жизни ее, то есть тоже экспериментально, показывали многократно, в частности, это, по-моему, 2012 год, между двумя островами Канадского архипелага на 143 километра телепортировали состояние фотона. То есть провели эксперимент по телепортации фотона. Далее там многократные эксперименты по оптоволокну, между твердотельными устройствами. И вот, наверное, самый такой значительный успех был, это в 2017-м телепортация наземная станция спутник на 1200 километров. То есть телепортация показана на достаточно большие расстояния. Вот. И у нас получается следует такая картина. Квантовый бит довольно странная штука, да? Он вроде как суперпазм может находиться в комбинации своих базовых состояний, он и ноль, и единица одновременно, какой-то запутанный, но вы не можете этого увидеть напрямую. Если вы измерите, он схлопнется и в ноль или в один. Его, а, да, я не сказал, его нельзя копировать. То есть если у вас есть какой-то фотончик, какой-то электрон в определенном состоянии, вы не в неизвестном состоянии, вы не можете его скопировать. Это запрещено законами квантовой механики и строго доказывается. То есть копирование запрещено, но зато вы можете телепортировать его. Вот такая очень странная штука, этот квантовый бит. Но эта странная штука зато умеет, позволяет нам добиваться довольно интересных эффектов. А именно вот это первый протокол, который получил, наверное, практическое применение, который, естественно, был лучше легко продемонстрирован и фактически сейчас уже является технологией, реализуемой в коммерческих продуктах. Его, конечно, вопрос стандартизации все еще подвешен, но тем не менее это коммерческий продукт, который ставят в банки и так далее. Это протокол квантового распределения ключа. Ну вот на этих схемах обычно, когда мы имеем дело с такими протоколами, вместо просто сторон A, B, C используют Элис, Боб, Чарли и так далее по первым буквам. Вот здесь два участника, Элис и Боб, хотят получить общий секретный ключ. Они обмениваются квантовой информацией, фотончиками обмениваются, там определенные измерения производят и так далее. И в результате у них есть общий секретный ключ, которым они могут пользоваться для шифрования. А вот у злоумышленника посередине, у него очень мало возможностей, потому что, как вы помните, квантовый бит очень сложная штука. Если ее схватить и пытаться прочитать, он ее испортит. Он схлопнет ее, нашу монетку, крутящуюся в определенное состояние. И у него нет второго шанса. То есть попытаться сделать это еще раз он не может, потому что у него нет копирования, он не может перехватить, скопировать. Как злоумышленник делает, то есть при подборе паролей вы можете пытаться снова и снова и снова. В квантовом случае вы не можете пытаться снова и снова. У вас один шанс. Помним, надежный протокол, у вас есть один шанс, чтобы попытаться сломать. Если нет, то вы будете обнаружены. И этот протокол, он легко обнаруживает попытку перехвата. И это, как я уже сказал, довольно хорошо отлаженные технологии, хорошо отлаженные технологии, которые в коммерческих продуктов появился аж по-моему с 2001 года, когда изображено устройство от ID Quantique, одна из первых швейцарских компаний, которая стала поставлять это устройство в том числе банковскому сектору. Вы, наверное, не знали, но у нас в Казани есть квантовый интернет в 2016 года. Опытная эксплуатация этой сети была проведена, то есть на сетях Таттелекома построили небольшую квантовую сеть, опытную, для апробации вот этих протоколов. Но когда говорим про квантовый интернет, на самом деле надо быть честными, что это такое. Это обычные интернет-протоколы, просто шифрование использует квантовые ключи. То есть вы делаете квантовые ключи, а дальше вы используете обычные интернет-протоколы. Вот просто как бы считается, что эти ключи теперь уже не порождены вот этими условно-защищенными протоколами, а порождены квантовым защищенным протоколом. Ну и вот довольно интересное достижение наших китайских товарищей, в 2016 году они запустили спутник, квантовый спутник. Кроме них, в общем-то, никто этого еще не сделал. И этот спутник продемонстрировал ряд интересных протоколов, в том числе, вот как я уже говорил, они телепортировали, проводят телепортацию между наземной станцией и спутником, они проводят распределение ключей со спутниками наземной станции, и тем самым расстояние, которое позволяет реализовать эти протоколы, удлиняется на то, куда может долететь спутник в обозримое время. То есть они устраивали защищенные каналы вплоть до, по-моему, 7600, что ли, километров. Австрия с Китаем, ну, вообще довольно большие такие протяженные коммуникации выстраивали с помощью этого подхода. То есть на самом деле здесь довольно большие имеются достижения. Ну, из других лабораторных достижений это протокол цифровой подписи. Элис, Боб, Чарли, как всегда. Значит, цифровая подпись, вы знаете, что такое. Это, в общем, такой цифровой аналог обычной рукописной подписи. Какие-то циферки и буковки, которые строятся на основе информации об авторе, о документе, и которые вы вроде как не можете подделать, если не знаете некоторой закрытой информации. Ну, или у вас там не появится квантовый компьютер, если протокол это позволяет взломать. Вот, квантовый протокол, соответственно, построен по-другому. У вас уже нет этой условной зависимости, вы не можете просто так взломать, потому что у вас, как помните, стоит стрелять буду, работает. Еще из лабораторных протоколов. Ну, они лабораторные в том смысле, что они экспериментально продемонстрированы, но они не внедрены, то есть это еще не выходит на уровень технологий, прототипов и так далее. Это довольно сложная техника, но она экспериментально возможна, и это показано. Так вот, перед вами схема иллюстрация протокола слепых квантовых вычислений. То есть мы говорим, что если квантовые компьютеры – это все-таки что-то сложное лабораторное, к чему нужно получить удаленный доступ через облачные сервисы, то, в общем-то, вопрос конфиденциальности стоит остро. И вот здесь протокол слепых квантовых вычислений говорит, что можно сделать так, что квантовый сервер ваш алгоритм выполняет, но при этом он не знает ни что он делает, ни с какими данными, ни какой он получил результат. То есть для него это полностью мешанина из случайных данных. Он не может оттуда ничего извлечь. Опять же, благодаря особенностям квантовой механики и парадигмам квантовых вычислений. Ну и кратко подытоживая, я еще раз напомню, что классические криптографические протоколы, они устойчивы, потому что у злоумышленника не хватит ресурсов, а квантовые, потому что выполняется закон природы. На этом все. Если есть вопросы, могу попробовать ответить. Как они получаются с чего-то состояние одного кана? То есть, например, да, и как они вот эти вот цели в сети делают? Значит, смотрите, если мы говорим про обмен, обычно происходит с помощью состояния света. То есть они светят лазером, работает обычно в автоволокне, который использует телекоммуниционные компании для интернета. То есть через то же самое волокно они могут передавать состояние света. То есть там с помощью специальных устройств светит лазером, и состояние света побежали по оптоволокну. На той стороне, соответственно, состоят детекторы, которые в том или ином состоянии принимают эти фотоны, то есть говорят, был фотон в таком состоянии или был в другом состоянии. Ну там, это своя аппаратура, которая детектирует в нужном состоянии. Но здесь дальше идет вопрос к протоколу. В каком состоянии отправлять, в каком измерять, как это согласовывать и так далее, и так далее. Ну, в общем, это оптоволокно, детекторы, лазер. Вот как так. Там есть нюансы, и если вы про взлом, вот чисто теоретически, как я уже показал, то это действительно перехват становится либо… Ну, в принципе, невозможен, да, потому что он будет обнаружен. Но встают вопросы инженерного толка. А как сделать так, чтобы полетел один фотон? Вот довольно сложно сделать так, чтобы полетел именно один фотон. И так далее. То есть если у вас летит группа фотонов одинаковых, но вы можете только часть взять, а остальное полетит дальше, то есть вот тогда вопрос уже немножко другой, как с этим бороться. А еще возникает квантовый хакинг, который говорит, а давайте просто туда так посветим, что у них все испортится, и будет ловаться как нам надо. Ну, то есть там уже возникает инженерного толка вопроса, а вот чисто математического здесь, конечно, вопросов нет. То есть протокол идеальный, а дальше вопросы инженерии и реализации, надежной защиты от всех этих инженерных. Да? А правда что получается между видами скорость передачи на скорости света? Если вот вы проекраску про телепортацию, то есть в принципе выглядит так, как будто бы у нас два удаленных квантовых объекта, и состояние между ними перепрыгнуло мгновенно. Но есть нюанс. На самом деле прочитать это, то есть фактическое получение состояния от того объекта этим связано с дополнительным преобразованием второго объекта. То есть мы должны его немножко подкрутить, чтобы оно стало точно таким, как то. А это связано с тем, что с получением классического сигнала от передающего устройства. Он говорит, я отправил, и вот тебе дополнительная информация. Он получил ее, подкрутил, и у него получилось. Поэтому фактическая передача ограничена передачей классического сигнала. Пока мы не передадим информацию, не подкрутим, мы не получили. И передачи быстрее скорости света нет. То есть здесь кажущийся такой парадокс, что мы передали даже быстрее, чем скорость света, но нет. Мы должны сопроводить еще вспомогательные информации, чтобы докрутить. Спасибо за внимание. Спасибо.